Девочки, смотрите, что у нас на улице делается. Я сегодня утром выходила, было еще нормально. Такое впечатление, как будто туман. На самом деле, это, представляете, пыльная буря. Это пыль такая стоит, что даже солнца не видно. Вот там вот солнце, но даже пыль закрыла солнце. Прям стало темно и пасмурно. Кошмар! Я сейчас только что сняла белье, оно несколько часов повисело у меня на веревке. И мне пришлось это белье трусить от пыли. Прям пыль с нее летела, как будто бы в коврике трусила, как будто бы пыльной. Кошмар! Вообще ничего не видно, туман. Все, надо закрыть все окна. Хотя жарко у нас. Сейчас на градуснике 26 градусов. Но такая пылюка вообще. Я только что убрала в квартире. Всем привет, мои хорошие девочки! Начинаю новый влог. Я просто вообще глянула на улицу. Я в шоке, честно говоря. Я давно такого не помню. Но помню, в каком-то году была такая пыльная буря, но она была в апреле, весной. А вот это вот прям пыльная буря. У нас вообще такой город пыльный. Вот это вот, если начинается такой сильный ветер, крутит. Я даже сегодня на улицу выходила, там прям, знаете, прям так вот пыль крутит. Вообще ужас. Что даже солнца не видно, вообще ничего не видно. Туман. Все, закрыла. Я только сегодня пропылесосила и вытерла пыль. Представляете, убрала. Закрыла сейчас все окно, все закрыла. И сняла вот полотенчики там постирала. Прямо так вот трусила их, а с них прям пыль летит. Ужас какой-то. Так, ну что, чем я сейчас занимаюсь, девочки? Я сейчас решила разморозить в холодильник. И я вам показывала в предыдущем видео, я взяла вот такие вот контейнеры в фикс-прайсе. И у меня там замороженные ягоды. Они у меня в кулечках разложены. И вот от этих кулечков, ну, как бы испачкался морозильник у меня. Вот я хочу в такие контейнеры положить. Они, кстати говоря, вот так вот становятся по ширине как раз морозилки. И туда вглубь можно их заткнуть. Вот я примерила, мне прям понравилось. А еще я надела носочки, которые с фикс-прайса. Они, кстати говоря, универсального размера. У меня нога 41 размер. И они мне прекрасно подошли. Такие мягенькие, хорошенькие. Я вам сейчас покажу, такие классные. Вот какие носочки. По размеру хорошо подошли. И ноге очень хорошо и комфортно. Здорово. Вот моя морозилка. Я ее не разморажила. Вообще холодильник уже где-то год. Ну, обычно раз в году его размораживают в летнее время. Но лето уже заканчивается. Я смотрю, чуть-чуть налить есть. Я думаю, что надо ее, во-первых, убрать. И мне вот это не нравится. Это от ягод у меня запачкалось все. Вот. Ну, уберу. Тогда контейнеры поставлю. Вам покажу, как это будет выглядеть. Вот, девочки, посмотрите. Вот эти две коробочки я положила, да, вниз. И вот они стали вот так в рядочек. И даже сверху еще что-то можно положить. И просто сэкономила кучу места. Можно, в принципе, еще даже два таких коробочка купить. И может еще что-то туда из мелкого такого положить. Класс. Девочки, я вам в прошлом видео показала, что я на рынке купила творог и сметанку. А сметанка свеженькая. Вот такой стаканчик стоит 80 рублей. И это сливки вообще. На самом деле они еще не загустели. Это вот, знаете, как прям сливки-сливки. Я такие в детстве ела, когда еще в деревню ездила к бабушке. Там у нее корова была через сепаратор прогонит свеженькие. И вот это вот я прям любила. Прям столовую ложку. Только приеду и сразу столовую ложку. Раз в рот. И побежала. Вкуснятина. Я специально взяла самые свежие, которые еще не загустели. Когда они уже загустеют, уже не то. А это прям вот сладенькие вообще. Не знаю, вкусненькие. Просто чудо. Прям вот так вот поесть без ничего. Но надо аккуратно. Для начала надо аккуратно. По чуть-чуть. В общем, девочки, решила я в спортзал взять вот этот вот костюм. Это вот у меня вискоза. Ну, она очень удобная, тянется, просторная. И у меня такие бриджики вот такого цвета, однотонные. Вот. И все. Носочки, полотенчик, все приготовила уже. А сейчас я собираюсь поужинать наконец-то. Я что-то мне сегодня вообще покушать было некогда. В общем, это мой соус типа суп. Я не знаю, как вы назовете это дело. Очень пахнет вкусно. И пора покушать. И вообще пора уже мне сегодня отдохнуть. Вообще, девочки, у меня сегодня такой насыщенный и очень длинный день получился. Мало того, что он у меня начался еще вообще среди ночи. Еще в прошлом влоге он у меня начался, этот день. И я влог закончила. Я начала его уже монтировать. Поэтому смотрю, такая магнитная буря. И мне пришлось экстренно начинать новый влог. Вот. Так что это у меня идет продолжение предыдущего. Ну, а на самом деле, девочки, все. Я на сегодня, правда, уже устала. Вот столько много дел поделала. И там побывала, и там побывала. И уже и видео смонтировать умудрилась. Короче говоря, все. Голодная. Буду кушать. А, кстати, хотела сказать вам вот эти сливки. Я их попробовала. Это было больше двух часов назад. Я съела, я не знаю, там ложек 5-6, наверное, чайных. Прям вот эти сливки. Это сметана жидкая такая. Прям класс. И вы знаете, вот бывает, вот хочется именно таких купить. Но в магазине, естественно, такие не продаются. Рынка рядом нет. Специально за ними ехать на какой-то там рынок, на Хичеванский, на Центральный, не хочется мне. Вот. И тут, в общем-то, можно сказать, в шаговой доступности от дома. Я нашла сливки. Кстати, бывают коровы такие разные. И бывают сливки тоже разные. Но эти сливки хорошо зашли. Просто отличненько. Так что я теперь еще могу их сейчас соус поем. И еще столовую ложку такую возьму, прям съем. Класс. Вот люблю с детства, представляете, вот такие сливки. Вот такая прелесть. Могу сказать, где я их брала. Это там, где наконечные, вот кто живет, люди, кто живет в Александровке. Если кому-то нужны, вот, допустим, такие сливки или хорошая сметана, не кислая, домашняя, все. Там, где вот я в предыдущем влоге вам показывала, наконечный вот этот вот рынок, который находится под магазином. Вот по лесенке спускаетесь. И как раз вот прямо я вам как раз показала стол, где вот эта женщина продает от своих коров. Вот это все домашнее, все очень хорошее, вкусное. Я оценила, продегустировала, попробовала, теперь могу и порекомендовать нестыдного. Вот, продает, правда, она только по средам и субботам. Так что имейте в виду, кому надо, можете там пойти покупать. Но я буду теперь туда захаживать к ней, к этой женщине. Ну все, девочки, сейчас поем, лягу, включу телек. И, в общем, скоро буду спать, отдыхать. Завтра опять будет день насыщенный, опять будет куча-куча дел. И завтра у меня спортзал. Девочки, день следующий. С утра было небо чистое, ну так, пасмурно было, но было видно Батайск, сейчас уже опять ничего не видно. Пыльная буря, второй день продолжается. Но у нас достаточно-таки тепло, 25-24 градуса. Но сильный ветер и вот это вот пыльная буря. Невозможно на улице находиться. У меня уже там пылюки намело. И сегодня вытирала утром, но все бесполезно, короче. Вот, так что прям выходить на улицу по такой погоде совсем никак не хочется. Но будет надо выйти сегодня. Девочки, я вам сказала уже, что день следующий. Это какой-то кошмар. Я сегодня целый день сплю, целый день меня вот прям в сон клонит и все. Я хотя проснулась рано, я посидела, кофе попила, потом легла, уснула. Потом я проснулась, позавтракала, легла, уснула. И вот потом, знаете, вот так вот вроде проснулась, что-то это раз прилягут, вот такое. Но это аномальная какая-то вот климатическая ерунда. Я не знаю, у меня такой вот бодрячок был позавчера. Но вчера тоже нормально себя так чувствовала, все хорошо. А, это я уже запуталась. Это вчера у меня был бодрячок. Это я вчера кучу дел переделала, все понаготовила, понаубирала, сходила, купила все, что надо. Короче говоря, да, это же у меня вчера такой был насыщенный день. Вот, и вот это вот к вечеру началась пыльная буря, и все. И вот я вчера вот это уже спать прилегла вечером, уснула рано. Сегодня проснулась рано. В итоге утром проснулась, окно открыло, и было видно вот горизонтом, как обычно, все. Небо было чистое, нормально. Он так немножко, немножко так облачно, но облака даже видно было. И все нормально. А потом вот это вот опять ветер поднялся с утра, и опять затянуло небо, и пыльная буря опять началась. Ну, правда, вот должен скоро пойти дождик. Мне интересно, дождик должен все это прибить. Но пойдет ли дождик, или это только обещают, это, конечно, вопрос. Вот, но у меня это тренировка в 7 часов, а сейчас уже время, начало 5. Я знаю, что до тренировки там, ну, за 2 часа это как минимум, ну, как бы кушать нельзя. Это я что-то помню, что-то не помню. Но я помню там углеводы там, по-моему, в одно время после тренировки одно, до тренировки другое. Вот это как-то подзабыла. Вчера я у них спросила по телефону, она говорит, ну, вы придете, мы тогда уже посмотрим на вас. Я говорю, какие-нибудь рекомендации по питанию дадите. Она говорит, ну, мы посмотрим, мы же должны посмотреть, что к чему вот. Ну, надеюсь, что они дадут. Мне бы хотелось, что помимо того, что какая-то вот физкультурная будет нагрузка на мышцы, может быть, они еще скорректируют немножечко питание, что когда желательно есть, а что нежелательно есть, потому что я уже ничего не помню. Ну, а сейчас я буду есть то, что у меня есть. У меня есть сейчас вот соус. И, по крайней мере, я хочу за 2,5 часа как минимум поесть до тренировки, чтобы это все уже, как бы, заниматься налегке. Вот. А потом уже они подскажут, поговорю с ними, и тогда уже подскажут, когда, чего есть. Тренировки там будут все время на 7 часов назначаться. То есть нужно будет уже определенное время выбрать, наверное, чтобы, как бы, не есть перед сном. Потому что тренировка с 7, допустим, ну, скажем, до 8, после тренировки придешь, уже может быть какой-то легкий перекус. И то, наверное, не сразу после тренировки. Ну, да ладно, не буду сейчас ничего гадать. Короче говоря, как будет, так будет. Все. Никуда я сегодня не собираюсь идти, ничего делать не буду. В общем, сейчас просто поем и буду продолжать смотреть интернет. Там я сейчас смотрю своих любимых блогеров. И жду тренировочку. Я прям вот именно ее теперь жду сегодня. Больше ничего не жду. Ну, что, девочки мои хорошие. Грузька, печалька, тренировку отменили. Вот буквально за полтора часа до тренировки пришло сообщение в WhatsApp, что тренер заболела, тренировка отменяется. Завтра тренировки тоже не будет. Ну, я думаю, что в ближайшее время, в общем, ожидать тренировок не следует. Еще неизвестно, чем она заболела и насколько она заболела. Честно говоря, вот я почему-то не удивлена. Я еще вчера подумала, что вот что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь произойдет, что мне не удастся все-таки попасть на тренировку. То ли потому, что я уже так давно жду, уже две недели, как я ждала, когда они только уже начнут, откроют группу, да. И, в общем, ну, у меня, знаете, вот немножко интуиция все-таки работает. Какая-то чуйка была, что что-то, что-то, что-то отменит тренировку. Очень жаль. Я очень прямо огорчена и опечалена, честно говоря. Ну, хорошо, если она заболела не короной. Если, допустим, там может быть что-нибудь другое полегче, и она, допустим, недолго будет болеть. Но если корона, то это вообще, это она долгая, неизвестно насколько. Но, честно говоря, я так думала больше всего, что, может быть, закроют спортзалы. У меня больше всего как бы на это была, знаете, вот мысль, что могут закрыть, потому что уже много чего позакрывали, библиотеку закрыли, мероприятие сорвалось с хора бабушек. И мне было даже странно, что они открываются в то время, когда многие закрываются. Но тут, видите, оказалась другая причина. Ну, ладно, что делать? Погорю и погорю, и да успокоюсь. На улице продолжается пыльная буря. Еще больше она сгустилась. Видимость стала еще хуже. Дождь должен был пойти еще час назад, но дождя нету. Ветер сильный. Мне нужно идти за хлебом. Честно говоря, не хочется выходить из дома. Настолько вот у меня, честно говоря, и окна, и дверь, все это плотно закрыто, с уплотнителями, все. И то вот чуть-чуть, но я какой-то вот ощущаю все-таки запах пыли. Вот сижу дома, вот сижу дома, и все, и выходить не хочется. Но за хлебом идти нужно, придется выйти. Так что я даже не знаю, чем сейчас заняться. У меня мысли были о тренировке, что одеть, то ли этот костюм одеть, то ли что-то другое. Думаю, ладно, на первый раз одену это, пообщаюсь, посмотрю, а потом, может, что-нибудь другое найду. Ну, все, короче говоря, обломчик. Короче, девочки, решила я сходить за хлебом. Не знала, что одеть. В общем, пока дождь не начался. Там вроде бы тепло, и в то же время сильный ветер, не поймешь, что. Но я одела вот просто на тело вот такой вот, это что у меня, как футер-начес, по-моему, да, с капюшончиком. Если будет капать дождик, хоть капюшон надену. Ну, или от пыли скрыться. Сразу надо маску, наверное, вообще одевать, выходя на улицу. Ну, вот так вот я выгляжу. Джинсики, кроссовочки. Пошла, сбегаю за хлебом и вернусь назад, короче, и все. Девочки, сходила на хлеба, за хлебом называется, да. Опять полные сумки переволокла. Ну, и заодно забрала я заказик Фаберлик. Так, у меня тут сковорода-сотейник. Я сейчас распакую, покажу вам, что это из себя оно представляет. Так, ну, и как всегда, знаете, вот еду в магазин, думаю, так, чтобы по рожнякам не ходить, что я с одним хлебом буду ходить. Зря ноги ходила, выхаживала, что ли. Надо же еще что-то купить. Ну, и я смотрю, вот то, что я обычно часто беру, если оно по акции, то вот кофе без кофеина по акции. Тоже хорошая скидка. Я взяла две банки, потому что обычно одну банку я здесь пью, другую к дочке забираю. Там уже тоже заканчивается, пусть будет. Взяла вот такие вот огурцы шесть соток. Вообще я люблю, я обычно беру домашние или хрустящие. А вот это вкусно написано. Ну, просто интересно. Баночка побольше такая, как литровая. Ну, 950 грамм написано. В общем, решила попробовать. А потом думаю, так, у меня же на винегрет все есть, а? Все есть на винегрет, кроме капусты квашеной. Девочки, взяла квашеную капусту. Вот такую с клюквой мне нравится. В общем-то, все на винегрет есть. Так что в любой момент, и захочется винегретик, я раз, открою это дело и сделаю. Так, масло растительное заканчивается. Взяла селяночку, взяла вот такой вот соус «Цезарь». Но мне он нравится. Я у дочки его ела, мне он понравился, и я его себе взяла. Девочки, ну, короче, решила я, знаете, вот эту горькую пилюлю в связи с отменой спортзала, я решила ее подсластить. Взяла вот это вот пирожное тирамису и взяла еще одно пирожное. пирожное «Наполеон». Взяла два из кемо «Филевский пломбир». Он по акции. Взяла две штучки. Не знаю, что мне захочется сейчас. Либо пирожное, либо мороженое. Так, булочку взяла, если захочется. Взяла вот такой вот. У меня дезик заканчивается. Взяла вот такой. Вроде я как-то брала, и вроде неплохой. Главное, чтобы он пах ненавязчиво. Ну и все. И хлеб аютинский отрубной. Ну вот, девочки, получила я сковородочку «Фаберлик Хом». Сковородочка оливкового цвета, диаметр 28 сантиметров. Так. У нее две ручки с боков, крышка есть. И вот она подходит для всех видов нагревания, для всех плит. И для индукционной тоже пишут. Ну, сейчас надо ее раскрыть и посмотреть. Так. Ну вот, распаковала. Смотрите, на крышечке есть такие вот дырочки. Класс. Вообще, покрытие хорошее, мягкое. Здесь вот такое покрытие «Ревлон». Называется, да. Но такое вот, вроде как, хорошее покрытие, антипригарное. И оно должно не пригорать на нем. И вот такие две ручки. Тоже они с отверстиями удобно брать. Но вообще, честно говоря, для моей плиты она, мне кажется, великовата. Мне интересно узнать, будет ли здесь... А, вот такое днище, смотрите. Ну, дно плотное, вроде, хорошее. Магнит магнитится, да. Хоть она, вроде бы, как из алюминия, но там покрытие снаружи, снутри. Но здесь специально сделано дно, которое будет работать вместе с индукцией. Магнитик магнитится. Ну вот, осталось еще только теперь ее продегустировать. Попробовать что-то на ней приготовить. Но это, наверное, завтра. Ну, вообще, старый статейник, который у меня был, помните, да, я его выбросила. У меня там антипригарное покрытие стерлось. И мне кто-то написал, что вредно ее использовать, если она уже стерлась. И вот такой вот я взяла фаберлик, сотейник очень большой, вместительный. И вот как раз вот здесь капусту тушить, картошку пожарить, если побольше нужно там... Вот дочке такую надо будет взять тоже. Гости придут, чтобы побольше картошечки пожарить. Капусту переворачивать будет теперь удобно, потому что я ее делаю всегда как бы побольше. Ну, овощной рагу тоже так, икру, кабачки, баклажаны, очень много чего. В общем, классно. Ну, удобная такая вот. Высота у нее 7 сантиметров. И диаметр 28 сантиметров. В общем, классная, с крышкой. То, что надо. Хорошее качество вообще, девочки. Мне посуда фаберлик нравится. И вот эти вот ручки как раз подходят вот к тем принадлежностям, которые мы брали с дочкой. Вот у нее коричневые. Вот видите, как раз такой ручки в цвет. Цвет вот этой лопаточки, ложечки вот этого всего. И щипчики еще у меня есть. В общем, классная, классная. В общем, девочки, я сковородочку подготовила. Там написано предварительно ее помыть. Кстати, очень шикарная, правда, приятная сковородка. Вот это софт-тач. Классные такие покрытия. И удобно крышку раз взять, так же ручки. В общем, мне не терпится ее как-то протестировать. Я сейчас попробую одно яйцо пожарить и без масла. Мне интересно, оно должно не пригорать, мне кажется. Ну и вообще, как она на моей индукционной плите будет. Да, еще написано, не рекомендуется мыть ее в посудомойке. Не мыть абразивными всякими этими веществами. Ну и там какой-нибудь такой химии. Ну только обычным моющим средством можно. И температура низкая или средняя, но не выше 220 градусов. То есть на слишком сильной мощности, ну может она немножко, наверное, испортится. Не, без масла она пристает к сковороде. Девочки, сковорода отмылась легко. Просто я ее замочила и через 5 минут все, легко отошло. Так, попытка номер два. Добавляю чуть-чуть масла. Сковорода вроде нормально стояла, сейчас она куда-то поехала. Ну, на масле, видите, все хорошо катается на сковороде. Где масла не было, там плохо. А там, где масло, там хорошо. Ладно, все ясно. В общем, конечно, тушится капуста и картошка жарится на масле. Все я это делаю, включаю. Я думаю, все будет хорошо. Хорошая сковорода. Всем доброе утро, мои хорошие. Посмотрим сегодня, что у нас за погода. Ну, на улице облачно. Батайск вижу, значит хорошо. Пыльная буря улеглась. Не знаю, может быть она поднимется сегодня опять, может быть нет. А дождя не было. Хотя, несколько капелек, я вижу, было. Несколько капелек было. Совсем чуть-чуть. Вот на улице сколько сейчас? 17 градусов. Ну, свежий воздух. Я выспалась. Ой, выспалась я, девочки, прямо хорошо. Все-таки вот это вот погодные аномалии, они очень влияют на сон. Вот пока вот эти были бури, песчаные бури, как по телевизору в Новостябчера сказали. Песчаная буря в Ростове, в Ростовской области. Вот, вот как оно улеглось, вроде раз, и я выспалась. До 7 сегодня спала, сейчас уже 8 почти. Я пью кофе, просыпаюсь, смотрю на свою новую сковородочку и думаю. Вот она мне немножко велика для вот этой плиты, она велика по диаметру. Если бы было 26 сантиметров, было бы лучше. Но 26 сантиметров там не было. Было 28, я взяла. И вот я думаю, может быть печку заменить. Вообще печку заменить я хотела. Именно вот сама по себе печка, она как бы нормальная. Хотя немножко не везде она как бы равномерно вот это прогревает дно. И не везде равномерно все это прожаривается. Где-то прожаривается сильно, где-то вообще по диаметру, по периферии не прожаривается. Вот, и шумит. Вот, я когда веду съемки, мне вот это неудобно. То, что она шумит, там крутится вентилятор. Но это у индукционных плит вот такая вот есть беда. Хотя мне кто-то писал, что во встраиваемой индукционной варочной панели там нет вот этого шума. Ну не знаю, а здесь вот есть. Может быть потому, что она не встраиваемая, я не знаю. Вот, ну надо подумать все-таки о замене плиты. Вот эту большую плиту, мою мечта, которая с духовкой. Я под вопросом менять не менять. Духовка работает, все устраивает. Но вот эти вот тыны, они уже как бы отработали свое. Поэтому я сверху поставила такую отдельно стоящую индукционную плиту. В общем, надо на печке подумать. Заменить может быть на что-то, на что-то другое. Вот видите, мне проще сменить плиту, чем сковороду. Сковорода хорошая, мне бы хотелось бы ее оставить, потому что действительно в ней какие-то большие объемы. Что-то жарить, тушить, вот как сотейник, это то, что нужно. Вот, так что сейчас пью кофе и потом подумаю, что я буду сегодня делать дальше. Тренировки отменились. Но я вчера, девочки, после того, как отменились тренировки, вот это вот пошла за хлебом, купила мороженое, пирожное. Я вчера поела мороженое, сразу как пришла. И прямо успокоилась. Вы знаете, вот что значит человеку что-то раз вкусненькое поесть. И как-то так душа сразу на место встала. Все, не переживаю уже, не волнуюсь. Думаю, ну ладно, будем ждать. Когда откроется, тогда откроется. Может быть, это будет не скоро, но что делать. Все позакрывалось сейчас. Сейчас все непредсказуемо. Хотя, вот знаете, я иной раз думаю, вот почему я заранее не люблю говорить, что я куда-то собираюсь идти. Как только я сказала, я иду на хор, хор отменили. Только я сказала вам, что я иду на тренировку, тренировку отменили. Поэтому я люблю помалкивать, знаете. И ничего заранее не говорить. Ну, у меня вот такая примета, я давно ее уже приметила. А еще же я вам тогда сказала, что я собираюсь сделать индейку по-китайски. И я ее не сделала. Вот поэтому надо и помалкивать, да. Так, девочки, смотрю, покраснение здесь. Я вчера уже вечером взяла, сделала депиляцию, вот эти вот усики. Короче говоря, не стала уже это снимать. Кому-то там не нравится, что я это снимаю. Но при том, что я это уже снимала. В общем, так привела себя в порядок. Вот мне осталось сделать перекерчик. Но моя мастер, которая приходит мне на дом, она тоже заболела сейчас. И я не знаю, может быть в салон запишусь или что. Но посмотрим. Готовить мне особо сегодня ничего не надо. У меня есть, что покушать. Но кое-что я хотела сделать. Но я теперь не буду говорить заранее, что я собираюсь сделать. Вот если уж соберусь сделать, тогда и буду снимать. Сейчас допиваю кофе и посмотрим, что будет дальше. Ну что, девочки, уже полдня прошло. Я просидела в интернете, на телефоне. Короче, делала свои дела. Прозванивала. Что вам хочу сказать? Ну, во-первых, в интернете я смотрела плиту. Посмотрела, ну, кое-что уже там. Решила для себя ничего говорить. Сейчас заранее не буду уже. Боюсь, что что-то не свершится. Лучше уже по факту потом буду вам говорить. Вот. А прозванивала я к невестке, к дочке. Потому что впереди выходные дни. Вот. И в субботу, воскресенье надо будет мне с внуками побыть. В субботу с внуком. А в воскресенье с внучкой. Так что тоже кое-какие дела, кое-что обсудили. Вот. И хотела поотвечать на ваши вопросы, на комментариях. Но я так посмотрела. Там нету никаких таких вот особо вопросов. Там уже в комментариях я поотвечала. На многие вопросы. Такой вот спор уже не первый раз. Я когда варила соус, я вам сказала. Это. У нас это называется соус. У вас как называется, не знаю. Кто-то пишет овощной рагу с мясом. Ну вот как у нас, как по мне. Овощной рагу это просто вот разные овощи нарезаны, потушены. И вот все это овощной рагу. А если это идет картошка и мясо, то это уже соус. Получается, когда это жидкое с крупой, ну тогда это суп. А если оно густое и картошка с мясом, это соус у нас называется. Кто-то вообще слово соус не слышал. Ну у нас вот такое слово есть в Ростове. А кстати говоря, по поводу слов хочу сказать. Вот когда я пишу, когда я читаю в комментариях, что пишут вот не так название. Крышечка-крышечка. Не соскучилась за тобой, а соскучилась по тебе. Ну и так далее. Вот в таком же духе. Кто-то прям вот говорит, что ухо режет и так далее. Девочки, ну в разных регионах по-разному люди привыкли говорить. Это такой гор, местный диалект, можно сказать. И вот когда пишут, что ухо режет, для меня это странно. Вот когда в какой-то области там окают, да. Где-то там акают, где-то там тянут. В Москве там, допустим, ну я там говорю. Ну как-то вот, понимаете, в разных регионах по-разному говорят, да. Ну а что значит ухо режет? Ну сидите в своем регионе и смотрите тогда блогеров своего региона, чтобы ухо у вас не резало. Надо быть как-то лояльнее к людям, я не знаю, терпимее. Кто-то с акцентом говорит, кто-то неправильно говорит. Я когда слышу, кто-то говорит по-другому. Ну я к этому отношусь как-то спокойно. Ну так это. Главное, что я понимаю, о чем человек говорит. И уже хорошо, да. Без переводчика, если я понимаю, то уже хорошо. Если мне нравится человек, я его смотрю. Если мне человек не нравится, я не смотрю. Ну вот такие вот какие-то, постоянные какие-то замечания. И ну раз я уже смотрю влоги дочки, и она там где-то что-то скажет уже по-быстрому, как привыкла говорить. Потом начинает поправляться. Потом вот это, ну, я не знаю, я считаю это ни к чему. Вот как я привыкла говорить, так я и говорю. Если я начинаю где-то что-то вот это исправлять, мне кажется, еще хуже получается. Поэтому будьте просто потерпимее, и все. К этому нормально относитесь. Ну а в итоге, в итоге опять повторю еще раз. Нравится смотреть, и не нравится не смотреть. Вот зачем плохие комментарии писать. Вот, девочки, ну и все. Я хочу на этом видео свое закончить. Мне сегодня нужно успеть его смонтировать, потому что завтра с утра уже я буду занята, и субботу, и воскресенье. Если мне удастся что-то поснимать, я обязательно для вас поснимаю. Но это видео уже я хочу выставить на воскресенье, чтобы уже у меня выходные дни. Видео было готовое заранее. Вот. А что за выходные я там поснимаю? Может быть, начало недели прихвачу. Но это уже будет в следующем влоге моем. На этом я свое видео заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok